привет дорогие друзья вашему вниманию представляю новейший подробный гайд как пройти игру за шпиона ассасина с острый приострый зубочи чувак игре 6 лет это что все что ты смог родить за это время конечно нет ведь параллельно прохождению мы поговорим как устроена механика игры как играть так чтобы получать удовольствие они одни только страдания почему баланс в третьей части сломан или как им правильно пользоваться как уложить любого противника с одного удара как пройти игру парированием альтернативные способы прохождения локации руки и фокусы в прохождении о которых вы могли не знать как не упустить важных персонажей и не запороть их сюжетные линии секретные способы прохождения боссов все это и многое другое откроется вам желаю приятного просмотра для старта выбираем класс убийца качестве дара берем молодую белую ветвь так стоп я ничего не забыл ах да в игре разных опций и настроек внешности больше чем загубленных геймпадов лишний час два в настройках и можно родить кого угодно рагнар запросто так стоп это из другой басни у нас будет обычный шпион да это и не предыдущие дске и внешность можно изменить позднее так что жмем старт новой игры и поехали у фонтана не забываем подобрать флягу пепельного эстуса и дабы сюда больше не возвращаться идем сразу на кристальную ящерку и да здравствует механика третьей части положим вы играли в школяр тогда представьте что у вас на максимум прокачаны адаптивность и подвижность представили так что вся суть боя сводится к следующему сначала вы предвидите атаку противника в момент атаки обязательно отключаем лог начинаем перекатываться так чтобы оказаться сбоку либо за спиной у чудовища сразу наносим два три удара и повторяем процедуру заново важно также контролить стамину лучше нанести меньше ударов во время окна чем остаться без стамины в момент атаки бестий если все сделать правильно то ящерку можно убить вообще не получив ни капли урона на длину переката и число флеймов неуязвимостей влияет шкала загруженности у которой есть три пороговых значения процентах это 30 70 и 100 большинство игроков держит ее в пределах от 65 до 69 если вам нужно уйти из зоны поражения противника с одного кувырка и вдобавок иметь больше флеймов неуязвимостей то вам нужна загруженность меньше 30 первом случае это называется мид ролл во втором фаст ролл ну а если вы делаете ставку на баланс тяжелое оружие и броню загруженностью от 70 до 100 то это будет фэт ролл в любом случае фэт ролл не рекомендован особенно для участия в пвп баталиях не забываем про заклинание шпион которая предотвратит получение урона при падении с высоты имеющийся щит для парирования использовать строго по назначению вообще в игре большое количество оружия щитов которым можно парировать принципиально они отличаются таймингом открывающим окно парирования и величиной самого окна объективно и в плане универсальности лучше для парирования предмет это цестус единственный минус цестуса если по вам в процессе парирования прошел урон то поглощение у цестуса будет самым низким также есть специальные щиты для парирования это щиты из класса баклер у них увеличенное значение окна для парирования но сам тайминг окна начинается значительно позже чем у того же цестуса поэтому для их использования понадобится знать мувсет задержку и скорость атаки противника некоторыми щитами можно парировать магические атаки боссов например грацию танцовщицы главный минус такие щиты доступны только концу игры бывает что ваш соперник в пвп слишком опытный он знает что у вас в левой руке парирующий щит и вы собрались использовать его по назначению в таком случае преимущество будет у специального оружия с эффектом неожиданности например дага рапира или когти до держа рапиру в левой руке можно ею спарировать для тех кто не знает дага это парирующий кинжал если взять в левую руку любой щит с навыком вэпон арта а в правую руку дагу и произвести сильную атаку левой руки l2 то парирование произойдет правой рукой что может застать врасплох даже самого опытного пвп шара а у чувак давай полегче соседи уже на стены лезут от твоей музыки слева от входа в храм огня есть лестница ведущий к подножию колокольни вот в нее сторожит мастер мечей если завалить его в храме огня то можно призвать будет его на помощь в битве с вортом или чемпионом гундиром поговаривают что он мог быть одним из стражей хранительницы огня наподобие эйгона из карима даже после смерти хранительницей он облаченный в лохмотья ставить верно на посту к слову при наличии с тока победить его не должно составить большого труда прокачав по максимуму ваши акробатические навыки выбираем верно траекторию скорость и тайминг нажатия кнопки прыжок оказываемся на крыше храма огня подбираем осколок фляги эстаса и забираем кольцо которое будем носить всю первую четверть игры так что имеет смысл поднапрячься и не забыть сюда заглянуть у хранительницы советую вложить все заработанные тяжким трудом души исключительно в очки живучести ведь это существенно упростит игру на старте и можно идти сразу на высокую стену лотрика используем парирование везде где это возможно ведь она очень поможет нам в дальнейшем преимущество эстока позволяющие держать противника на расстоянии конечно неоценимы но только на раннем этапе игры в дальнейшем мы им пользоваться не будем так как оно не является оружием истинного убийцы забираем ключ от клетки серокрыса и возвращаемся спасать ключевого торговца игры если вы играете в онлайне то уже в самом начале к вам начнут торгаться разные подозрительные личности но не спешите на них бездумно нападать ведь они в большинстве случаев перекаченные твинки с топовым шмотом и оружием из dlc да их нагибали на мета уровнях поэтому они пришли самоутверждаться сюда но не стоит сразу отчаиваться ведь большинство из них на деле просто толстые добряки и атаковать беззащитного нуба оставшегося без эстуса и фантомов они вряд ли станут если вы не призовете на помощь одного из тех твинков то босс гарантированно порвет вас в щепки чтобы этого не случилось нужно подготовиться первую очередь стоит в самом начале локации забрать золотую смолу она практически удвоит ваш урон по массу но смолы всего 2 поэтому используйте с умом альтернативно можно победить мимика и забрать секиру ведь у нее темный тип урона которому уязвим босс но в рамках прохождения за убийцу мы такой вариант рассматривать не будем также можно прокачать ваше оружие в храме хотя при использовании смолы делать это не обязательно очень поможет зеленоцвет поскольку в бою будет быстрее регенить вашу стамину и вы сможете наносить по боссу на 1 2 удара больше уголь повысит ваш запас здоровья на 30 процентов вот так вот по крупицам из мелочей мы соберем нашу победу и так обратите внимание что захват цели мы включаем не сразу а только после того как успешно уворачиваемся от атаки босса это позволит нам держать контроль над камерой многие оставляют лоб включенным постоянно это приводит к тому что кувырок может сработать неправильно и вы вместо того чтобы перекатиться в безопасную зону окажетесь в лапах у противника а безопасная или мертвая зона у ворта аккурат между его задних лап тот момент когда босс начнет истошно выйти можно нанести по нему серию ударов но не стоит увлекаться ведь вам нужно оставить крупицу стамины чтобы уклониться от его первого молниеносного рывка уже перед самой своей кончиной босс начнет пускать свою ледяную волну ну и как видите за счет золотой смолы урона нам хватает чтобы босс отъехал с одной очереди на этом первую часть обучающего гайда по игре за ассасина можно считать завершенной но впереди еще самое интересное ведь предстоит раскрыть весь потенциал класса убийцы в dark souls 3 который многие недооценивают продолжение уже скоро всем здоровья успехов и до встречи